Всем здрасте, меня зовут Алена Шапари, сегодня я немножечко тигрица. Причина этих танцев дикой самки-носорога в том, что сегодня я расскажу вам, как сделать такие бомбезные футболки. Вы меня часто спрашиваете о том, можно ли сделать тай-дай окрашивание акриловыми красками, так вот я отвечаю вам нет, ребята, для этого нужны специальные порошковые краски для окрашивания ткани и сегодня я вам все покажу. Итак, первое, нам нужна чистая белая отутюженная, естественно, футболка. Защипываем то место, где будет располагаться центр спирали и закручиваем. Распределяем складки, чем ровнее, тем будет лучше следить, чтобы все складки были в одной плоскости, это обеспечит гораздо более лучший прокрас ткани. Формируйте спираль пальцами так, чтобы ребро каждой складки прилегало к предыдущему, потому что если вы будете халтурить, футболка будет просто отстой. Когда наша улитка готова, ее нужно закрепить тугими резинками и чем больше их будет, тем больше красочных лучей получится на нашей футболке, а чем туже будут резинки, тем больше фона останется неокрашенным. А вот на второй футболке я хочу сделать горизонтальный узор, мы берем футболку и просто начинаем складывать ее гармошкой, нет ничего проще. Очень важно аккуратно сложить складки на рукавах, чтобы на них последствий не было никаких клякс и точно так же закрепляем резинками. Теперь обязательно надо замочить футбы в теплой воде, чтобы они хорошенько пропитались и ни в одной складочке не было сухой ткани. Чтобы не запачкать стол, я подложу планшет и не спрашивайте, почему он обтянут древыми обоями. Нам понадобится три емкости для разведения красителя, что-то, чем мы будем краску размешивать, поваренная соль и литр не кипятка, но очень горячей воды. И также нам не обойтись без перчаток, потому что маникюр это, конечно, святое, а с перепачканными руками придется пару дней потом ходить, так что защищаем руки перчатками. Исходя из вычислений, которые можно совершить, внимательно прочитав инструкцию, к слову, мне это далось с огромным трудом, потому что я гуманитария, это был прям челлендж, вот серьезно. Я буду использовать половину пакетика красителя, что равняется одной чайной ложке с горкой, ну это по моим, как бы, меркам на глаз, и один пакетик закрепителя. Также в эту смесь нужно добавить 7 столовых ложек соли. А тем временем я заливаю нашу порошковую смесь горячей водой. Теперь нужно очень быстро размешать все практически до полного растворения, но при этом так, чтобы вода не успела остыть. Если на дне останутся крупные кристаллики соли, это вообще не страшно. Главное, чтобы основная масса нашего вот этого сыпучего зелья хорошо растворилась. Берем таз, который уж точно не жалко испачкать, решетку, чтобы краска стекала вниз и футболка лежала не в луже из краски, и начинаем красить. Из-за того, что футболка влажная, краска растекается очень акварельно, и на стыках друг с другом она смешивается, образует новые цвета. В общем, магия супер залипательный процесс, особенно для тех, кто любит акварель. Я крашу все ложкой, потому что мои волшебные банки из-под краски для волос с таким тонким носиком куда-то исчезли. Но, если честно, ложкой даже как-то залипательнее и интереснее действительно получилось. С обратной стороны, кстати, надо покрасить футболку точно так же. Красная по красному, синяя по синему, желтая по желтому. И поэтому я не буду вам мешать, залипайте, пожалуйста, на этот замечательный процесс. Я оставила футболки сохнуть на всю ночь. Естественно, конечно, что такое количество влаги не испарится за одну ночь, там даже за сутки. Поэтому футболка не высохла, но это на самом деле не важно. Важно, что краситель в ней уже закрепился, и теперь можно прополоскать футболку водой. Мы снимаем резинки, и, о божечки, картошечки, это же просто мэээджик! И такую футболку теперь, к сожалению, нужно стирать только на температуре не выше 30-40 градусов и ухаживать за ней, любить ее, почитать ее, хвастать, всем рассказывать, как она замечательна. Только тогда она вам прослужит, верой и правдой, не один год. И чтобы ничего не смылось, не окрасила другие шмотки. Тоже помним. 30-40 градусов. Я украсила эти футболки бахромой, нашибками, и, конечно же, это просто отличный повод для диких танцев под дикую попсу, ссорки, но мне очень сильно захотелось немножко куачеллы. И, между прочим, я сделала над собой усилие, чтобы плясать на камеру, так что думаю, что это достойно лайка. Так что, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Все. Всем пока!